Ну здесь, конечно, и помоднее обувь, здесь вот такая вот пластиковая обувь. Это альпинистская, да? Обувь на все случаи жизни. Трекинговые ботинки для похода в горы, кирзовые сапоги для лесных пожаров. Евгений в профессии 20 лет. Работал во всех уголках Бурятии. На высоте и глубине, и в дождь, и в стужу. Все поисковые работы, они случаются неожиданно. Я сейчас говорю, я с вами вот стою, разговариваю, да, через пять минут я могу уехать куда-нибудь на две недели. Причем даже я не знаю, куда я могу уехать. Я могу уехать вплоть до такси-мо. У нас были такие выезда, в прошлом году мы ездили в Усть-Мую, там на реке утонул человек. То есть мы потом его искали четыре дня и четыре дня ехали обратно. Возможно, сегодня Евгению и его коллегам вновь придется ехать в дальний район. В Баунтовском районе потерялся человек. Выехал с Романовки и исчез. Машина в ручье застряла, напарник пошел пешком за помощью. Вернулись и теперь не могут найти машину и не человека. Они ищут потерявшихся в горах и лесах, спасают на водоемах и в ДТП. С начала года уже 222 выезда. Спасено более 120 человек. Рискуют своей жизнью, чтобы спасти чужую. При этом оплата за труд совсем не такая, как хотелось бы. Жизнь подорожала и заработная оплата должна быть, конечно, соответствующей. Но тут надо просто понимать еще специфика спасателя, что не каждый может пойти в горы и рисковать, грубо говоря, и жизнью, и здоровьем. В прошлом году Республиканское агентство повысило зарплату на 13%. Средние сейчас 28 тысяч рублей. Начинающие спасатели получают еще меньшее, примерно от 19 тысяч рублей. Нам оклад подняли, но уменьшили премию в связи с малыми зарплатами. Уходят специалисты высокого класса, которые отработали по 10-15 лет и так далее. Чтобы вырастить хорошего специалиста, нужно как минимум три года. Приходят молодые, уровень профессионализма падает. Всем работа нравится, все тут энтузиасты своего дела. Но вынуждены уходят. Только за год уволились 12 человек. Уходят в частные компании и в МЧС в федеральном ведомстве и зарплата выше, и пенсия раньше, после 15 лет выслуги или в 40 лет. Региональные спасатели работают до 65 лет на общих условиях. В этом году правительство Буряти обратилось в федеральное собрание с вопросом о досрочной пенсии. Но поддержку не нашли. Теперь спасатели обращаются к местным властям, просят увеличить заработную плату. Чиновники сочувствуют, но помочь пока не могут. Конечно, понимаем, что сегодняшняя заработная плата не соответствует тяжелому и опасному труду спасателей. И мы продолжим работу по увеличению заработных плат и получению льгот для наших работников. Меня зовут уже и в коммерческие структуры, где зарплата как минимум в два раза больше. Уходить, честно говоря, отсюда я не хочу. Но если ситуация не поменяется, мне придется это сделать. Примерно полсотни человек такого же мнения. И кажется, спасать от закрытия пора уже всю республиканскую службу.